всем привет это регина в городе гамбурге что-то в районе 15 часов 20 минут и к этому времени за сегодняшний день у меня произошли три события первое было мое посещение нашей университетской пандорской клинике и предварительный разговор слэш интервью для определения того могу ли я принять участие в смысле выполняли критерии необходимые для того чтобы принять участие в программе изучающий связь посттравматического синдрома по моему так наркотических веществ потом купила я книжку одного из моих любимых современных людей искусства по имени я даже не знаю как это выговаривается в германии скорее всего ай вай вай но могу себе представить что и ай вай вай в ходу знаю его работы только по печатным изданием поэтому не уверена в том насколько я аккуратно произношу его имя и третье событие сегодняшнего дня это тоже мой друг санду от нас нас покинул следствие того что но как бы официально вследствие того что ему далее надоело преследование полиции которые я организовала мая в тот раз когда мы поссорились и сегодня прошла домой где-то может быть минут 20 назад на столе лежал ключ и и и я невероятно благодарна за то что в этот момент я отсутствовала потому что я не могу себе представить как бы здесь я чувствовала если бы все это происходило на моих глазах то есть найти ключ и записку вчера у нас уже случился подготовительный разговор поэтому я даже снял уже два немецко язычных видео под названием фисандо айнс и фисандо 2 то есть морально была к этому готова но я могу представить себе что то сам момент ухода оказался бы для меня очень тяжело в случае так так меда представляется что меня еще в планах на сегодня в планах и сегодня у меня провести себя в порядок и отправиться в свои спортивные клубы на зумбу семнадцать и в девятнадцать часов потом купить два пакета сангрии в связи с тем что по два пакета сангрии могут попасть не в то горло или как бы печень может не справиться я не знаю успели снять сегодня но если не сниму сегодня то обязательно сниму когда-нибудь потом видео о том как же теперь мне представляется мой роман с алкоголем а дело в том что в больнице ну как бы те кто оказывался в психиатрия и они наверно знают я думаю что в россии все происходит примерно точно так же потому что скорее всего и россия ориентируется на американские стандарты а так вот по американским стандартам для того чтобы поставить вам определенный диагноз врач или психолог проводит с вами интервью то есть он задает очень очень много вопросов и в соответствии с тем как вы на них отвечаете вы получаете какой-то балл и этот балл оказывается проходным или непроходным если балл проходной то вы являетесь официально больным а если непроходной то соответственно полуздоровым или совсем здоровым не знаю и интервью которое дело сегодня оно было сфокусировано на этой посттравматической истории по-немецки это называется посттравматische belastungsstörung то есть как будто беластинг это как давление которое возникает после травмы то есть какой-то какой-то груз который на вас накладывают и для меня это интервью оказалось очень полезным оно оказалось для меня очень полезным еще и в том плане что некоторое время назад под видео одной девушки бьюти-блогера под ником не нули кис который решила снять разговорное видео об алкоголиках и к алкоголиках я написала комментарии меня задел тот момент что она говорила о том что все алкоголики слабые люди и я написала хей в комментарии что давайте еще скажем что все самоубийцы слабые люди привела пример там написала еще что-то получила от нее личное сообщение такое очень вежливо но недоумевающая причем и собственно гора самоубийца поэтому мне очень хочется снять видео в котором бы я рассказала своей точки зрения на то причем же здесь самоубийца и откуда берется внутри меня злость или неприятное ощущение когда во первых когда говорят все все бьюти-блогера всей историки там все женщины все блондинки все брюнетки это уже как бы первый момент то есть такая генерализация а потом вот этот момент со слабыми людьми мне очень хотелось снять видео примерно тогда когда получила ответ от ниночки но у меня как-то не было не то что сил у меня не было ощущение что ответ готов тема это настолько меня трогает что мне хотелось бы затрагивать и только тогда когда действительно я почувствую себя к этому готовы поэтому если успею сегодня если не успею то когда-нибудь ближайшее время обязательно еще сниму и видео на эту тему вот таким получился мой видеоотчет за сегодняшний день 8 июля 2014 года еще мне хотелось бы повторить то что я говорила уже в немецкоязычных видео сказать самду как я его люблю и поблагодарить за все за все мы попрощаться с вами до новых встреч в youtube эфире всем самого-самого наилучшего пока пока